В дружеском кругу председатель горисполкома встретился с молодыми специалистами. Мы приятно пообщались, нам ответили на все наши вопросы. Какие условия созданы для новых кадров? Петарды детям не игрушка. В преддверии праздников милиция напоминает о безопасности. При покупке обращается внимание на срок годности. Какой риск таит пиротехника? Предпраздничная сказка. Бобруский мясокомбинат организовал для детей новогодний сюрприз. Пожелать, конечно, душевного тепла. Чем порадовали маленьких гостей. А также клинические испытания, ценное обучение и опасность светодиоды. Почти 5000 гирлянд запретили продавать в Беларуси. Из-за чего? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Александр Лукашенко посетил первый национальный торговый центр в Минске. Такой объект открывается в Беларуси впервые. В ТЦ представлены отечественные производители из каждого региона страны. В нем продукции легпрома и мебель, продовольствие и другие товары. Во время визита президент ознакомился с ассортиментом, а также протестировал и продегустировал некоторые из них. Первое поручение главы государства – доработать интерьер. В этом отношении нам надо идти не только строительством таким в Беларуси, а и в Россию начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завести товар? В Москве почему? В Смоленске, Брянске, Пскове рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом, россияне ведь не против. Землю предлагают, особенно в Петербурге, но это вообще люди идут навстречу. А это же вывози свой товар и продавай. И люди на белорусское хорошо реагируют. В торговом центре будут расположены 133 фирменных белорусских маркета и объекты общественного питания. Одно из преимуществ наличия здесь многофункционального центра для административных процедур. На цокольном этаже магазины столичных предприятий, на первом – Витебской, Минской и Могилевской областей. На втором – Брестской, Гродненской и Могилевской. Берегите здоровье! МЧС в очередной раз напоминает о правилах безопасности при использовании пиротехники. Новогодние праздники не обходятся без таких атрибутов, как бенгальские огни, хлопушки, салюты и петарды. Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо соблюдать правила безопасности. Не стоит отовариваться с рук или у сомнительных продавцов. У ответственных торговцев всегда есть сертификация на продукцию. Также категорически запрещено использовать такие изделия в нетрезвом состоянии. Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах. При покупке обращайте внимание на срок годности, целостность упаковки и инструкцию. Она должна быть на русском либо белорусском языках. Помните, что продавать пиротехнику можно только лицам, достигших 15 лет. Запускать петарды или фейерверки нужно в свободном от людей и открытом пространстве. За использование пиротехники в общественных местах грозит административная ответственность. При несоблюдении правил высокориск травматизма, повреждения глаз, рук, а также ожоги разной степени тяжести. Медицинские разработки, ежемесячные выплаты и хорошо сработали. Белорусская АЭС заместила уже порядка 6 миллиардов кубометров природного газа. В чем еще преимущество станции? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси завершились клинические испытания отечественной вакцины против ковида. В разработке принимали участие крупнейшие медицинские компании. Минздрав также напомнил. Первые уколы здоровья в республике были созданы с 1924 по 1950. Брюшнотифозная, дизентерийная, противотуберкулезная. Трудовые пенсии увеличатся с 1 февраля 2024 в среднем на 10%. Соответствующий указ уже подписан. На ежемесячные выплаты со следующего года будет направлено почти 2 миллиарда рублей. Из них 166 миллионов – дополнительные расходы в связи с повышением, согласно документу. Правительство объявило нормативы расходов на обучение в учреждениях образования. Города и поселки городского типа в 2024 на одного ученика будут тратить почти 3 110 рублей в год. В сельских населенных пунктах сумма в два раза выше – 7058. На дошколят в мегаполисах и ПГТ в планах выделить 4033 рубля, в деревнях – 4943. Белорусская атомная электростанция суммарно выработала более 22 миллиардов киловатт-часов электроэнергии с момента включения первого блока в ноябре 2022-го. Это позволило заместить почти 6 миллиардов кубометров природного газа. АЭС в Островце работает в составе двух энергоблоков. Ежегодно она будет обеспечивать более 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии. Почти 5000 гирлянд запретили продавать в Беларуси. Светодиоды не соответствовали требованиям безопасности. Среди основных нарушений – недостаточная электрическая прочность изоляции, доступность таковедущих частей. Более 90% реализовывалось в интернет-магазинах. В преддверии праздников Госстандарт взял вопрос на особый контроль. В «Их руках будущее» председатель горисполкома встретился с молодыми специалистами. Диалог с руководством города – добрая традиция. В приоритете – внимание тем, кто только начинает свой карьерный путь. А для молодых кадров такие дружеские встречи – возможность обсудить важные темы и услышать ценные советы. Администрация создает все условия как для продуктивной работы, так и для комфортного проживания. Иногороднее предоставляет жилье. Впечатления о встрече оказались очень позитивными. Мы приятно пообщались, нам ответили на все наши вопросы. В течение этого года было организовано несколько других встреч. Мне, как молодому специалисту, очень приятно, что о нас так заботятся. Очень много нового оборудования, новые аппараты ИВЛ, УЗИ-аппараты. Хватает оборудования, чтобы хорошо работать, обучаться и совершенствовать свои навыки. За нами, как за молодыми специалистами, закреплены наставники, которые у нас много чему обучают. Надежное плечо всегда подставят старшие коллеги. Это и совет, и поддержка, и бесценный опыт. Всего в больнице имени Марзона работают 23 молодых специалиста. 10 начали свой карьерный путь в августе этого года. Среди них 6 врачей, 3 медсестры и фармацевт. В Бобруском автобусном парке пополнение, новые транспортные средства уже вышли на линию. Обновку оценила Елизавета Липеева. Подарок к Новому году для горожан. Автобусный парк пополнили 3 белоснежных МАЗа 203. Обновленная модель оборудована всем необходимым для комфортной поездки. Особенность автобуса в том, что это первые автобусы, которые сегодня идут в виде наблюдения. Установлены на заводе изготовителей. Стоит 4 камеры. Одна камера заднего хода и 3 камеры на всех дверях на выходе и в ходе в автобус. Что позволит не только вести подсчет пассажиров, но и видеть реакцию нашего водителя и реакцию наших пассажиров. И решать спорные случаи. По последнему слову техники, кроме всевидящего ока, в транспорте предусмотрены кондиционеры для удобства как пассажиров, так и водителей. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Для них пандусы – специальные места. Всего в салоне просторно расположено 26 посадочных мест. Сиденье комфортное. Обзор хороший. Здорово, что создаются такие комфортные условия для работы, для водителя. Сейчас в распоряжении парка 160 автобусов. Состав обновляется каждый год. И это позволяет повышать качество транспортного обслуживания в городе и за его пределами. Данные транспортные средства будут задействованы на таких маршрутах, как пятерка, шестой маршрут, девятка. Ну, естественно, и других. Потому что парк разделён на несколько бригад, обслуживает определённые маршруты. Ну, и должна быть какая-то взаимозаменяющая. Белоснежные новинки уже курсируют по городу. В планах на 2024-й приобретение ещё 10 современных средств передвижения. А пока пассажиры с комфортом могут отправиться на встречу приближающемуся году «Дракона». Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Добрая традиция. Для детей сотрудников Бобруйского мясокомбината организовали настоящую сказку. У входа в актовый зал ребят встречала пушистая ёлка. Каждый желающий смог сделать профессиональное фото абсолютно бесплатно. На сцене всё для максимального погружения в чудо. Всех развлекали Алиса из «Страны чудес», «Шляпник» и «Белый кролик». Интерактивное представление порадовало как детей, так и их родителей. Всего в празднике приняло участие 120 малышей. Эта традиция зарождается на нашем комбинате. Мы хотим, чтобы дети наших работников выросли достойными людьми, добрыми, хорошими, ценили и верили сказку и, конечно, наверное, стали бы будущими работниками Бобруйского мясокомбината. Я от всего сердца хочу поздравить не только работников Бобруйского мясокомбината, но и всех жителей города Бобруйска и Могилёвской области, нашей республики с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, конечно, душевного тепла, радости, здоровья, мира. И пускай у всех у нас случится чудо. После танца и сладкий стол сотрудники предприятия подготовили настоящий праздник живота. Соки, пирожные и печенье – все то, что так нравится маленьким гостям. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok